Всем привет! В Сочи завершился международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна-2017». И, конечно, не обошлось без модных провалов на этом фестивале, собравшем десятки звезд. Предлагаем посмотреть на узкие штаники, шляпку буфетчицы и другие модные провалы звезд. Маша Распутина застряла в своем образе прошлого века. Сейчас такой яркий макияж с помадой цвета вырвиглаз, щедро нанесенными румянами и густо подведенными глазами со стрелками выглядят нелепо. Особенно вместе с пластмассовыми локонами, обильно политыми лаком. Платье певица выбрала из розового кружева, которого было столько, что в него, кажется, можно завернуть всех участников концерта. Еще большую верность своему эффектному образу доказал Валерий Леонтьев. Правда, на «Новой волне» певец появился не в любимых майках-сеточках, а в кожаном жакете, который как будто изорвали на нем обезумевшие от страсти поклонницы. Филипп Киркоров привез в Сочи 24 чемодана одежды. Пообещал быть модным каждый день. Певец известен своим ярким и эпатажным стилем – с принтами, брендами, стразами и украшениями. Вот и здесь король ремейков оделся так, что в глазах при его виде рябило. И, кстати, брюки певцу стоило бы надеть все-таки на размер побольше. Дима Билан так полюбил костюмы по фигуре, что все больше стал напоминать смешного и немного нелепого кузнечика. Костюмы у него явно сидят не по фигуре, а заметно ему малы. А вот Лолита Милявская давно уже забыла, что такое наряды по фигуре. К примеру, вот так она пришла на одну из репетиций, а потом в тех же сапогах и похожем на простыню платье вышла на красную дорожку. Миша Романова, Эрика Герцог и Анастасия Кожевникова за фигурами следят старательно и поют в группе «Виагра». Но во всем главное уметь вовремя остановиться. Девушки надели мини-платье критической длины, с декольте, в блесках, с колготками в сетку и босоножками на платформах. В итоге были похожи на стриптизерш или экскортниц, как шутили некоторые на концерте. Певица Жасмин надела шляпку, похожую на головной убор то ли буфетчицы, то ли стюардессы. В другой раз певица надела джинсовый оверсайз комбинезон с босоножками, декорированными сверкающими камнями, совсем из другой оперы, и кожаную кепку в духе БДСМ. Кому давно пора поэкспериментировать со стилем, так это Доминику Джокеру. Участник фабрики звезд застрял в образе модного школьника средних классов, слушающего рэп. К тому же Доминик одевается вообще не обращая внимания на пропорции собственного тела, из-за чего все эти яркие комплекты его совсем не красят. А вот в таком образе Екатерина Варнава пришла на вечеринку с красноречивым названием «Шик, блеск, красота». Нужны какие-то комментарии? Можем только сказать, что ноги у Кати красивые, особенно в пижамных шортах. Стройные ноги и у Ани лорак, но сползающий с плеча атласный пиджак, под который певица как будто забыла надеть юбку, на красной дорожке выглядит странно. На сегодня все. Ставь лайк, жми на колокольчик, подписывайся на канал, впереди много интересного. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok